здравствуйте еще раз да добрый день вот так связь на слава господу хорошая вот я несколько вопросов задам первый вопрос как вы услышали это вот на нас вышли то первое по порядку на самом деле слава богу были поиски была молитва ну что через отца андрея андрея кураева нашего известного дьякона он упомянул ваше имя причем очень необычно потому что достаточно сдержанный критичный человек он оказался у вас очень высоко в ваших книгах о вашем поселке вот меня естественно это очень заинтересовало и тогда уже интернет был мне в помощь и я в общем то попытался найти вас вышел соответственно на ваш сайт на ваш сайт по свете библии по свете библии по форуму походил посмотрел не вполне разобрался с ним сейчас вошел в инструктуру более меня понял осваиваю но меня прежде конечно заинтересовала заинтересовали те видеоматериалы которые были представлены на вашем сайте но более всего меня привлекло потому что моя сама природа более такая аудиальная я стал скачивать проповеди я нашел потому что для меня так очень удобно допустим вечером перед сном там днем потому что не всегда видео книжка под руками всегда есть там телефон наушники в окно послушивая стал слушать ваши проповеди это было очень непривычно потому что в общем то мы привыкли к иного рода проповеди соответственно так как пройдут священники в храме и сначала было крайне непонятно я честно говоря не совсем понимал структуру потому что да вот вы берете какую-то проблему берете какое-то понятие слова пытаетесь его в свете библии истолковать соответственно проводя параллели сравнивая вообще и так далее но это я понял ну наверное там на проповеди 5 6 но что меня крайне привлекло это удивительная трезвость мысли потому что ну я как человек который занимается наукой пытается заниматься наукой пилотопии для меня это было крайне непривычно потому что здесь не было лишнего но было очень четко в трога и вот теперь теперь напротив вот скажем более пространные проповеди где которые может быть я слышал ранее я ни в коей мере не хочу их умолять я очень люблю проповеди отца дмитрия смирнова отца геннадия паста но вот в последнее время вот все более и более я уже перешел от проповеди к вашим работа к вашим детствам и я увидел что много проповеди они имеют печатный вид хотя все таки живое слово и живое слово вот и по сей день продолжают так а вчера же это это посмотрели к сожалению не смог досмотреть до конца посмотрел полчаса 31 32 минуты потому что немножечко тут интернет слабовато работает посмотрел посмотрел то есть вот собственно те фотографии ваш комментарий до момента где вы приводите пример с тем какой был должен быть священник называетесь наканомы и в общем-то человек это такой блогер достаточно известный я бы сказал скандально известный потому что то что происходит и вот его такая так называемая православная активистская деятельность она в общем-то ну вот оценка то я скорее наверное не столько положительно вернее тот результат этой деятельности приносит и об этом в общем-то говорят очень многие и священники и священники и в частности упоминали Андрея Курайова и он говорил скажем это вот первое упоминание такая вот и его вернее группа 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 да я не о них говорим сейчас связанную группу лидером которым выступает связанная группа из Пуссерад и так далее в общем-то да это скорее разжигание огня и вот скорее это то что обращается во вред потому что с одной стороны вроде как преследуется благая цель но с другой стороны в этом есть какой-то элемент наверное все таки может быть фаса может быть гордыня может быть самопиар и вот то о чем вы говорите говоря о рекламе да это действительно так потому что ведь с той же самой целью нужно знать о чем например говорят кришнаиды на своих собраниях и можно ведь точно так же собраться прийти к кришнаи там и то рассказать выступить там разрушить растоптать их там вещи и так далее выступить поэтому скажем так я с вашей оценкой вот в этом случае вот только полчаса вот смотрите я полностью согласен тут надо рассматривать не по сегодняшнему только дню вы до конца не смотрели посмотрите дальше я перехожу на рассмотрение кощунства словов не к человеку к определенному и показываю что главное это кощунники мы мы как все извращено обращаюсь к священникам дальше вот самом конце то дальше я перехожу на всю патриархию сплошь и рядом все нарушается храме как все профанировано крещение это его нельзя назвать крещением ладошкой по голове всего говорится мозги по стенке они ничего не слышат не знают когда прямо канон говорит вот вы к истинному православию о крещении то считали да ну на нас начал читать да там ты никуда не свернешь потому что если у сектантов допускается вольнодомство какое-то там многогранные там разные слова у нас все монолитно вот сказано и я не имею права никуда почему шестой вселенский собор девятнадцатое правило запрещает толковать вопреки учению церкви все на этом я вот знаю что посты вот у нас четыре поста они не евангельского устроения особенно вот петров пост но я православный мы точнейше все исполняем но у меня есть свое мнение и вижу на основании писания это невозможно объяснить никак допустим праздники праздник был один фактически один который знала первоапостольская церковь это крещение рождества не было в четвертом веке только о рождестве они соединяли в один день и пасхальные пасхальные тоже там решали соборы какой день когда а потом их уже стали а давайте сделаем двенадцать двунадесятые и вот отдельные праздники тоже двунадесятые это благовещение богородичное называется введение во храм успение божией матери ну это совершенно рождество ее четыре праздника ну совершенно разное а читается из евангелия одно и то же но только в сказке про дурачка деревенского его в одном месте побьют говорят ты говори вот так то чтобы у вас никогда это не прекращалось на свадьбу на следующий день похор но опять никогда не прекращалось его по затылку так говорится спереди так и здесь ничего об этом об успении не сказано зачем это выдумать считает женщина одна воскликнула блаженно чрево тебя носившие сосы тебя питавшие почему никто не разъясняет ни у одного святого отца я не нахожу то есть вот она сказала женщина ну и что сказала господь то ни во что эти слова поставил он говорит блаженно слушающий исполняющий и кто слушает тот мне и брат и сестра и мать не сказал только отец а они эти слова берут на прославление богородицы что она ей прокрещала женщина во первых мы ее имени не знаем и никакого ответа положительного на это не было почему дальше то нет рассуждения я естественно даже тут никакого откровения это не надо делать а прямым текстом то а вот вы что я я праздники все исполняю молитвы все считаю но у меня есть мысль которая освещается духом божиим я не могу просто стоять как попка как манкурты да я все до последней строчки исполняем но у меня есть мысль мысль эту я озвучиваю и говорю что вот понимают так вот допустим католики допустим мы крестимся крестное знамение я просто показываю на чем вот первое когда князь владимир был двуперстно было вот она двоеперстия ну мы видим все старобрядцы стоят так протопопа вакуум никон 1656 год они там крутили до 666 года показывают троеперстия а какое правильное я показываю это и в том и в другом элемент ереси как ереси да мы же так да все так молились но у меня спросили я отвечаю ну поясните старобрядцы особенно наседают когда я говорю ты молишься давно так ну с детства я так приученный я грей я с детства так ну что оно означает двуперстно означает богочеловечество пригнутый средний палец означает небеса как бы склонились и господь сходит они вместе вот оно как так это что богочеловечество повторим давай богочеловечество а на кресте что страдало ну богочеловек да нет божество бесп страстно златоус говорит если ты считаешь что божество страдает это ересь неприкрытая ересь тут уж они монаплили то тут глубже берется и так элемент ереси здесь заключается Federal lumber концом на котором Христос распят был вещественный. Вещественно только тело. Божество не вещественное. Не вещественное не может быть на вещественном распятом. Ну как же ты не думал. А почему никто не объясняет? Вы мне задали вопрос. Второе. Тем более Троица. Не Отец, не Сын, не Дух Святой. Они не могли в этом участвовать. Участвовало только естество человеческое. Это все святые отцы говорят. Да и так понятно где-то. А как правильно? А вот давайте рассудим. Как правильно? На кресте умирал человек. Этот человек получил пять ран. Две на руках, две на ногах и рана в Богу. Пять-пять. И вот католики, Вселенская Католическая Церковь, они молятся пять. Вот она. Пять. Начало. Ты с неба сошедший Иисус, меня погибшим на погибельной левой стороне, переведи на правую посредством твоих пяти ран. Так что, я так не молюсь, но я нашел объяснение тому и многое. Я нигде не нашел. Я просто просто молился и просил. И гляжу, маленько заглохли. На меня нападки со всех сторон, но ни один никогда ничего не может опорвать. Они никак не могут собраться и на суд, допустим. Вот наш был здесь епископ Максим Дмитриев. И он провинился перед разными органами и его убрали. Просто убрали. Не просто так. Почему? Это я как бы захватываю это. Потому что он, конечно, авторитетный был человек там вверху. Его ставил, рукополагал сам патриарх. Дальше он сразу был на приеме у Путина, у президента. И у него в кабинете портрет Путина. Но здесь он поставил себя неправильно и был смещен. Почему? До него был епископ Антоний Маслендич. Его похоронили прямо здесь в новой епархии. Дали землю, построили. И он рядом был здесь. Он ночью тайно перезахоронил его на городское кладбище. Родственников не уведомили. Мать не уведомили. Санэпидемстанция ничего не знает. Ну, то есть определенный порядок перезахоронения. Он нарушил все правила. Началась жалоба от прокуратуры края и от всех органов. Ну, ему сделали выговор. И чтобы выговор этот был как выговор там. Ворон ворону глаз не выклюет. чтобы он тут идет Алтайская комиссия, журнал. И мне он был напечатан. И он напечатал. Почему? Потому что от Синода вышло. Ну, он свое дело сделал. И поставили. Под конец мне вот, как говорят, он будто бы не пошел в лады с губернатором. А губернатор у нас прямой. Он не избранный. Он поставлен после гибели когда до него был. Баварин. А? Баварин. Да не Баварин. А кто там? Этот-то. Евдокимов. Евдокимов, да. Евдокимов, да. Михаил Сергеевич, он был друг Путина. И Путин сюда прилетал. И вот он ставит свое ставленник. Он большой юрист. Важный очень такой. И он с ним не заладил. Ну, я садил один звонок и его в Липецк. Мы в Липецке были. Но это Липецкая область Елес город. А там все развалено. Против нашей-то Алтайска это ну прям совсем ничего нет. Ясно дело, что ну все это не так. И вот когда он был здесь и все время он как-то с нами не ладил, не ладил. Такие были неприязненные отношения. Вот я веду занятия 17 лет в техническом университете только. Там веду Слово Божие. А география Мировое искусство по картинам по картинам галереям мира. Это у меня я просто объясняю. Я ни краски там ничего-то не объясняю. А именно сюжет и что он означает. Он тайно присылает человека секретаря Гончарова там Сергея бумагу чтобы меня оттуда выгнали. Такой подлянки никогда не от неверующих у меня не было даже. Открытое забрало. Тайно. Ну а у меня-то отличное отношение с ректором с проректором по учебной части. Там они доктора разных наук физика, математики. Они сразу приходят и говорят только такое дело. А зачем они так делают? Им нужно у нас свободная аудитория. Мы можем дать и почему и дальше. Я иду чтобы снять копию а копию не нашли и они узнали и сразу заглохли и отступили. Все время были против. Прямо мне один священник говорит начинает и пархиальное собрание каждый год и заканчивает вами. Но перед самым концом нынче это было если я не ошибаюсь 19 мая у нас день деревни 19 потому что 14 мая 1991 году батюшка приехал и как бы мы держим за основание он был приглашен и его стал давить уже патриарх Кирилл из русской православной зарубежной церкви мы только два прихода остались которые признали решение признали каноническое общение и в то же время мы не вошли под них. Они ничего только не делают они ничего не могут потому что за нами ничего нет а к ним пойти это смерть. и вот он перед самым концом своим уже здесь на Алтае приезжает 4 священника и кажется 11 семинаристов и они у нас в Теряевке побыли видели да и вот дальше то все проходит время и вот когда это было позавчера кажется мне звонит брат мой отец Аким а ему позвонил бывший секретарь Беляев что епископ Максим просит все мои книги понимаешь это настолько необычное я значит задаю вопрос что и для чего маленько погодя секретарь звонит он ему поручил сколько чего я сказал цена какая да мы возьмем то другое возьмут не возьмут это вопрос другой зачем он был здесь у него все было я не знаю ну отношения в самый последний момент были необыкновенно хорошие когда он приехал он долго настороженный там было видно как он ну может быть даже ожидал какого-то эксцесса и когда все уже ясно что все хорошо его уважают его буквально любят здесь и он раскрылся и все повторял как многому может здесь поучиться а тем более я за столом там это когда говорил там увидите там все это видели может вот я к чему это говорю что меняется все вот я подумал так это моя версия такая ну не для того чтобы на один экземпляр книг было меньше они уничтожить решили это смешно даже это они не уничтожаются эти книги они в разных странах в национальных библиотеках Ленина исторической Москве парламентской я буду называть даже как в Красноярске допустим тоже что он решил сам тайно от своих товарищей начать искать ответ патриархия понимает ее положение ужасное сегодня они этого не видят я патриарха Кирилла привожу слова он сказал проехав до Дальнего Востока состояние церкви духовное развалено и вот это что сейчас они делают там воюют я в конце тут вчерашнем ролике в этом кощунце то говорю много о невзорове это вы не дослушали я говорю не слушали еще да я говорю о том чтобы главный у них сектолог называется с сектами борется там Дворкин Чаплина и пошли с аппаратуры и сказали пожалуйста Александр Глебович вы скажите нам все претензии что вы говорили эти годы мы запишем мы семинаристам скажем мы будем изучать и постараемся освободиться от этой язвы которая вам открыта но они этого не могут сделать у них нет самокритичного к себе подхода то есть отвержения самого себя вот на этом сдохла партия на этом гибнут старобрядцы мы должны любить обречающих нас златоуз говорит если он сказал правду благодарен ты должен Богу быть до конца жизни он тебя избавил от великой беды а несправедливо поцелуй его за намерение он неправильно что-то знал ну ты ему тогда разъясни не так но я благодарю тебя этого нет они вот в моих книгах находят что неодобрительно я отзываюсь где-то ну Андрей Кураев об этом говорит отношению к Лапкину было бы другое не будь он таким вот не говорил бы что-то вот такая такая история почему они для чего он тогда книги просит ну не для того чтобы тайна а для других это может быть а может быть я все время добиваюсь вы по одной книге моей отдайте цензором и пусть они от корки до корки считают и тогда мне предъявите обвинение и вызовите меня в синод оплатите дорогу я предстану перед вашим синодом перед вашим синедрионом я отвечу на все вопросы но только согласно названию книги во свете Библии не во свете ваших измышлений человеческих ну 12 лет это достаточный срок ни разу нигде нигде почему ну вот как вы у вас оно может как говорят и трогает и все а внутри то себя если у вас совесть самое главное совесть живая она вам подсказывает это только так при том другого варианта просто не существует вот я сейчас объяснял пусть орает когда они там танцевали вот ко мне сразу там и игумены кто только не обращается из-за рубежа что теперь делать вот я был у храма Христа спасителем мы там подняли руки молились это все в роликах у нас есть вот здесь же прям здесь в Байлору вот что нужно было сделать собрать деньги сколько есть на один большой амбарный замок и навесить его на храм Христа спасителя вот когда их оттуда вытащили этих танцулик ну там несколько входов столько и замков и чтобы ни один человек в храм не заходил храм объявить оскверненным откуда Диане апостолов там Павел ввел когда Трофима и храм был закрытый и на три месяца а почему три все спрашивают ну считай книга Левит там написана вот какая причина и три месяца около храма объявить это всероссийской бедой и плакать и молиться и днем и ночью круглосуточно три месяца и чтобы там кто когда может пришел патриарх Кирилл пришли епископы священники никто в храм не заходил и после этого торжественно осветить его вот теперь весь народ был бы на вашей стороне они совершенно не понимают что они делают а только как они без властей это шага не шагнут а их в этом не взоров и говорит 14 было статей уголовного кодекса в российской империи которые со всех сторон ее поддерживали как труп какой-то ходящий давить старообрядцев давить там духоборов там Лев Николаевич помог им выехать в Канаду в Америку они всех преследовали всегда они без власти не могут шага шагнуть они решают что людям считать лизу сосновой православной культуры мы одинаково перед царем батюшкой мы баптисты кришнаиты которые там всех переберем тем более которые называют это традиционно исторически вот они не понимают сути дела так это что и все ни в коем разе к ним не прикасаться они оскверненные они посадить но это власть знает и Сталин садил посадили а видели какие там демонстрации идут как за них все им там орден присваивают за рубежом убежище в Англии кому-то лаконнику для них никакого предела нет а развратники что они делают а они трогают нельзя этого трогать как они этого не видят когда я стал говорить на весь эфир сейчас развесли решение это очень простое но решение должно исходить только из молитвы согласованной со святой Библией со святыми отцами с коммунами церкви с житиями святых вот 4 пункта но на первом месте конечно святая Библия доходит немного подтормаживает но я вижу подтормаживает у меня тоже вот сейчас времени вот моя позиция какая не искать своего любое все что есть обращать на самого себя справедливо не справедливо говорит я должен тщательно расследовать друзьям говорю меня вот такой-то человек упрекнул вот в этом вы во мне это видели или нет в вас ну что это вы думаете ну давайте еще посмотрим вы друзья может быть слепые вы не видите кто перед вами враги нам лучшие друзья вот это единственный конструктивный подход начинать с самого себя это как-то мы на меня большие нападки были в 99 году 15 комиссий краевых только приехало за 2 места в лагерь закрыт лагерь 2 уголовных дела против меня ну кончилось чем осень я подал в суд на них выиграл все процессы заплатили опубликовали и все бог развеял их никого нигде нет но то что они говорили то надо было как-то показать и вот мы сидим ну приехал с ГТРК человек бывший он летчик там такой боевой ну а как вы считаете вот это что сказали в церкви не так то как это вот то другое я ему говорю одну фразу на которой он запутался я говорю самая конструктивная программа начинать с самого себя я с самого себя я могу начать сейчас даже разговаривать с вами я мысленно молюсь я работаю не на одном канале здесь всегда разговариваю одновременно могу писать и ну бог а след отдал я сразу начинаю с себя а если у меня стоит ясная цель я должен быть другим я начинаю работать ночью начинаю днем сокращаю сон я вхожу в русло истинного христианина а если виноват другой виноват другой а у меня цель то точно я должен до туда а он стоит у меня ничего не остается как убрать его спутя он мешает мне идти убрать убить и погубить он ничего этого не понял и говорит теперь он монтирует когда фильм показывает убрать убить погубить опять убрать убить погубить трижды а люди не поймут о чем речь а когда суд то был я говорю спрашиваю Сергей Николаевич вы вот эту фразу то перевели чья она фраза ну как вы сказали я говорю учиться надо она у меня взята половина предложения от Федора Михайловича Достоевского а вторая половина от Иоанна Златоуста он так и поплыл вот и все фраза то не моя я сказал какая страница какое произведение писателя какой том Иоанна Златоуста то есть у меня конструктивная программа всегда и во всем я беру на себя а почему я да слово я это главное слово 4853 кажется раза оно встречается в Библии слово мы вот этот коллективист Библия отрицает каждый лично сам должен принять Христа сам лично на суде будет отвечать Павел говорит я более всех потрудился я более был в бедах в гонениях везде на первом месте а кого я буду говорить я могу сказать я а только это последняя буква вы забываете по славянски азо она на первом месте стоит даже здесь понятия не имеете мне это Бог дал и я говорю почему я ответственный да Господь позволил мне создать лагерь детский там общину вот я за это несу ответственность за прирученное за обращенных и тогда помаленьку ну люди которые ничего не понимают а почему там поднимаете руки написано на всяком месте мужи поднимают те руки без гнева и сомнения так это только священники откуда вы взяли апостол Павел говорит к Тимофею а кроме того мы считаем святой Библии люди которые были молились там мы считаем сыны пророческой Елисей все поднимали руки Соломон молится и говорит Господь если придет язычник и он прострет руки к храму тогда услышь его вы что боитесь рук то поднимали руки поднимал Моисея Моисей это не священник брат был а люди поддерживали двух сторон там Аарон Иисус Новин вот и все это надо по слову Божьей и они замолкают и молчат вот когда мы если вы смотрели там ролик местные епархии были я первый раз у них заговорил и дали мне слово я один час кажется 10 минут им слово сказал секретарь в конце только сказал под каждым словом Игнатий Тихонович я могу подписаться я говорю начинать надо с себя дружбу свою человек направляет так чтобы друг был похож на него Сырахов говорит я говорю вот вы скажите вы хотели бы быть похожими на меня вы не можете быть похожи потому что вы трусливые и коростолюбивые у вас два главных греха вам никогда не быть на меня похожи почему потому что если я живу на допустим на 100 рублей то вам то наверное на 100 рублей это уже не обойтись под 100 тысяч надо подгонять это первое а во вторых я не хочу быть на вас похожим мы вас опасаемся как болотной щумы быть похожим на вас это значит что никакой порядочности сейчас мы занимаемся по контакту у меня товарищ был но не понравилось кому священнику он мгновенно своим прихожанам сказал давите туда жалуйтесь это и заблокировали на неделю заблокировали а узнали кто заблокировал она ребенка держит на руках последним она не состояла не писала не знает а там речь шел только ответы я давал ответы а сам я не в контакте а он мне дает и они все здесь на форуме буквально первые вопросы ответы Игнатий Тихонович вот здесь я прям на моей странице на первой странице и мы все еще контакт запечатал 2500 человек которые заходили мгновенно отсекли они бессонтственные тираны это почему а могут они быть другими не могут потому что Сталин с Берией Сталина не надо представлять и Берию многие знают они в 43 году в сентябре вызвали трех архиереев это первый Строгородский Семанский следующий который будет патриарх Алексей Ярошевич вот Сталин и Берия образовали Московскую патриархию структуру она сталинско-бериевская их сразу же приопределили пятому отделу КГБ НКБД и все сто процентов архиереев ставленники через КГБ все до единого и ну сознались только Кураев сознался об этом что с ними со сотрудничеством и Хризастом митрополиту на Виленске ну в Литве вот и все а вы так еще молчите это все опубликовано и кто сказал это в этом Харщев Константин который был председателем при Совете Министров СССР по религиозным культам главный идеолог который работал с церковниками и он все это выступил в журнале огонек все напечатал а я об этом и говорил да ка выход то какой покаяться покаяние несет ощущение они не каются и поэтому всю тактику они взяли от них вот сейчас конкретно в данный момент я разговариваю с вами 30 ноября 2013 года и вот сейчас у нас заблокирован контакт и кто заблокировал ну ясно кто отец Сергий Дудин город Томск и все это у нас здесь же на первой странице нашего форума опубликована переписка была ему не понравилось что я сказал о седьмом правиле седьмого Вселенского Собора которое на мощах хоронить вы нарушаете вы а я то не могу я же там речь это об епископе из-за того что нет мощей епископа запрещать я говорю умею или нет за мертвого живого генерала рубить это злые только я говорю монахи могли это придумать такое правило как он поднялся у меня свое мнение я признаю правила все но я вижу что нормальный человеческий ум не может из-за мертвого убивать живого а это монахи да они не канонизированы еще вы умираетесь за них я не боюсь говорить потому что я ничем не связан но вы боитесь вас архиерей сметет ты с голоду сдохнешь ты же ничего больше не умеешь делать а над моим братом они не могут изгаляться архиерей начал строжиться он пришел к нему а он каменщик смотри-ка может крест снять я могу снять вам отдать и пойду работать завтра да нет 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 с ними нужно разговаривать с позицией Евангелия меня Бог сотворил свободным и апостол Павел говорит если бы я угождал людям людям то не был бы рабом Христовым а Господь говорит славу друг от друга принимаете от единого Бога не ищите вот это как эпиграфа надо держать это вот позиция очень простая так вот вы считаете слушаете в прошлый раз вы как-то в самом начале сказали что не все у вас принимается как бы я может неправильно понял над чем вы больше всего там спотыкаетесь так скажу понял Игорь Дикимович на самом деле понятно что я даже есть у меня возникли какие-то вопросы я в любом случае их отложил бы на более скажем какой-то поздний срок ну хотя бы потому что действительно четыре с лишним тысяч ответов в Италии я думаю что ну наверное вряд ли среди моих вот таких вопросов которые меня волнуют вы там на них не ответили поэтому я обращусь почитаю чтобы и не занимать время и не отнимать драгоценное время у вас тем более что вы обстоятельно однажды это уже сделали и уж если не возникнет я спрашиваю у меня волнует вопрос ну возможно опять же вы о нем говорили понятно что есть раб божий естественно есть для меня как для христианина это обстоятельства очень важные коли после 43-го года скажем так наша русская православная церковь московской патриархии ну совершила вот такой вот ну можно сказать договор с нечестивыми и вообще это в общем-то то чего христианин не должен делать от страха смерти и так далее он должен идти до конца скажем так я меня владенчестве покрестили в руке православной церкви это Убекистан я туда родом понятно что я как младенец я как человек я естественно не мог сделать выбор и так далее и да и более того вполне возможно что вот скажем я знал об этом но в своих работах об этом более правило аргументируете и все это убедительно я это принимаю но меня тревожит вопрос следующий вот скажем мое покрещение оно истинно или нет и вот скажем любого ребенка там да и взрослого человека ведь далеко не каждый имеет вообще знания по вашу и так далее как быть вот скажем хорошо вот вопрос есть коротко я сразу отвечаю и так дальше идите первый вопрос который говорили 43 год цель с какой целью они вдруг сделали так что церковь стала выходить из подполья официально какая задача задача была только одна и она эта задача сразу же была поставлена перед первыми иерархами развозить заразу коммунизма по миру и всем говорит что тянут гонения нет все у них больше ничего не было все проповеди все должны были на проверку к уполномочиям уполномоченные как правило в отставке были или полковники или генерал-майор и КГБ по религиозным культам которые вот я то это хорошо знаю я с ними встречался беседовал и брат не с одним и умные люди хорошие были но они выполняли свою работу а сейчас они прилепились к церкви и причащаются и ходят я их вижу в храме и с ними беседую неоднократно вот там сидишь тут Александр Петрович такой это другой вопрос относительно крещения слово крещение вы считали означает погружение и для крещения необходимо вера три пункта должны быть вера во Христа Спасителя чтобы человек сознательно уверовал дальше троекратное полное погружение 50 апостольское правило и это должно быть бесплатно потому что все остальное за таинство это симония сейчас-то церкви сказали брать нельзя так они говорят добровольное пожертвование а нет это вот эти все три пункта нарушены а что делать у нас приезжают с разных стран с Германии с других республик и здесь принимают при этом крещение которые были мощены это не крещение это обман так это второе крещение никакого первого не было свет погасили вместо денег тебе выдали фантики от конфет а когда свет прищели ты увидел дома уже разобрался что делать да ничего идти и получить откуда вы знаете что так делать очень просто 6 Вселенский Собор 84 правило записывайте 6 Вселенский Собор 84 правило потом посмотрите вы сейчас все чертите где-то для памяти потом посмотрите под этим правилом человек бывает в детдоме был он не знает крещен или не крещен был а на самом деле он крещеный и говорится немало не сомневаюсь ты должен принять крещение да не будешь лишен толикой благодати а если оно второе оно никак не помешает ты не знал поэтому миропомазания не совершается у нас повторно а приезжают нам священники иеромонахи приезжают принимают крещение с полным погружением возвращаются домой и продолжают дальше служить только и всего а это откуда известно известно житие святых прищищался один мальчик еврейский и оказалось он не крещеный а он уже прищастился что делать да ничего не делать приготовить его покрестить и все не надо ничего выдумывать крещение должно быть совершено как должно но новый завет это образ а тень в ветхом завете была вот в ветхом завете был ягненок жертва была вновь вот агнец божий который берет на себя грех мира там кровь ягненка здесь кровь Христа там был ковщик в котором лежали скрижали скрижали это слово это Христос а сам ковщик как видящий это Божья Матерь все имело образ так образом крещения было обрезание вы обрезанием нерукотворенным послание колоссянам вторая глава Павел пишет обрезанием христовым быв крещены поясняет быв крещены вот и все так скажите если обрезан человек не было только ножом ему поводили а не было обрезание будете считать за обрезание да нет какое обрезание это обрезание это акт обрезать крайнюю плоть у детородного члена а если этого не было ничего и не было ногти ты подрезал это за обрезание нельзя считать ты подрезал там волосы или что-то ты должен обрезать то что Бог указал здесь определенно и толкование все святые отцы дают на погружение вот к истинному православию о крещении медленно спокойно просчитайте на раз на два на три законспектируйте я материал собирал практически 40 лет по крупицам это 300 томов надо было практически найти и из них выбрать то что о крещении говорит Кирилл Русалимский мы погружаясь в воде скрываемся как в могиле это акт а выныривая выныривая из воды мы рождаемся для новой жизни во Христе Иисусе тут не надо ничего вот у нас нынче были с Казахстана приезжали наши давнишние знакомые которые через знакомых пришли с Красноярска тут приезжали принимали крещение с Красноярска специально были они она в хоре была пела вы в Красноярске центральный у вас храм знаете где он я не знаю а вы в самом Красноярске живете да 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 Красноярске знаете вы запишите у вас есть ручки там вот зайти в этот храм где недалеко от библиотеки главной храм ну прямо через дорогу библиотека и там спросите она поет на клиросе помогает священнику высокого такая ростом статная красивая женщина Сидоренко Анна Сидоренко и вот у меня ролики есть воспитание детей Яша плащет это Яша ее сын это Яша ее сын и вы их увидите поклон передадите вот если вы думаете летом приехать то она просится всегда она два года приезжала сюда у нее трое ребятишек два года была здесь и она как была здесь опять вернулась и опять дальше продолжает служить но приняла крещение его не было крещение перед кем лукавить его не было его обманули я говорю скажите вот вы ведете литургию литургия должна быть на вине но если вы знаете химическим составом можно так сделать что выпьешь и не будешь знать будешь думать что икра на самом деле это химический состав икра искусственная так и здесь дали морс разведенная красная вода добавили там спирту еще что-то и литургия будет действительно не будет а что делать ничего нет заново служить почему вы считаете что ну пришел человек перед которым исповедуетесь а он не священник ну шулер такие бывали неоднократно наденет ризу ну а он исповедует будет это исповеду или нет не будет то есть она в частном порядке но права разрешать он не имеет власти у него на это нет а другой под епископа подделывается его рукополагает рукополагает а на самом деле он не может рукоположить то у него нет духа святого и вот и все на этом что тут не понимать то я своего не ищу мне искать не надо Игорь Иванович Анна-то из Каннска так минутку Анна-то из Каннска еще не понял Анна-то из Каннска город-то Каннс Ах, Каннска Я виноват Каннска Он недалеко Каннска 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 Я плохо слышу поэтому мне Володя Каннска Каннска Понятно Понятно Каннска Там жил у меня знакомый слепой мудрец очень очень известный Лютый Георгий Иннокентьевич Каннска А в Красноярске Игорь Иванович Вот это здорово я бы вас подвел Прости меня Вот видите Я виноват А я Ну Я не переписываюсь с ней А там мы когда ехали Я сижу сзади сиденья Мне не очень-то это глаза бросается Каннска Каннска Понятно Убрать это Вот Так Игнатий Тихонович Вот у меня знаете очень такой вопрос Потому что я с удовольствием посмотрел те ролики которые вы выложили и выкладываете после вашей миссионерской поездки Ну я смотрел может быть еще и вот скажем какова обстановка Вот я видел там ролик в магазине в Дагестане Какая обстановка вот именно в исламском мире сегодня в Чечне в Дагестане ну вот приходит все-таки салафизм как бы двигает традиционный суфизм в Дагестане и так далее Вот как на ваш взгляд вот та обстановка там с точки безобразия вот развития ислама Мне просто профессионально интересно потому что я преподаю вас интересует общая обстановка как по всем пунктам мы им проигрываем кроме одного у нас есть спаситель Христос у них нету Нет это понятно а вот скажем так ведь понятно что сейчас ислам он более радикален но в определенном смысле это как бы он более истинный с точки зрения самого ислама по отношению к самому ислам вот скажем так ну вот скажем там был ислам такой традиционный такой который мы понимаем ассоциируем там скажем с современными татарами и вот тот ислам который вот вот его влияние в современном Дагестане и так далее вы как-то заметили или нет я сказал в доме мы ночевали когда вот если сейчас бы на трибуну выставили вас с ваххабитами а они-то традиционно к которому мы привыкли мирно живем и дали в руки только Коран тому и другому вот на основании Корана докажите кто правильно верит то ваххабиты вас победят вот у меня 18 том вы когда его прочитаете он зеленого цвета там я отвечаю на вопросы я не знаю много вопросов по мусульманству и разбираю весь Коран по сурама и аятам в сравнении с Библией такого материала тоже нигде пока нету у меня эти материалы потому что я практики не теоретизирую конкретно вот место и теперь я беседую с мусульманами которые здесь они как наши православные это не настоящие у нас настоящие православные которые живут по Евангелию и говорят можно ли с ними мирно быть можно можно только в двух случаях первый если они будут плохо знать Коран а мы хорошо знать Евангелие то есть мы хорошо знаем Евангелие мы за оружие не возьмемся а они плохо его знают пятый там сура аят двадцатый аят они не будут не зная этого что нас убивать надо нас не будут убивать второе когда они хорошо знают Коран а мы тоже хорошо то есть они нас всех убьют и будет мир на земле Игнать спасибо вам знаете это это так подождите вы просто подтвердили вот какие-то мои тормозили Юрий что-то тормозит тормозит а сейчас сейчас как да сейчас тормозит но он сейчас будто поменьше а то сильно затормозило главное речь так вот я говорю что вот то что вы сейчас говорите это подтверждает и мои собственно говоря вот какие-то изыскания что я тоже согласен что победит мирный ислам радикальный ислам и в данном случае если либо мы его принимаем либо они принимают христианство да действительно в серьезном смысле между настоящими верующими христианами и настоящими верующими нахреном действительно мира быть его не может он делает то что ему положено я знаю что существует вечная жизнь мне сейчас смерть и бояться не надо а что бояться они когда меня втягивают в разговор вот как у Даниила я никогда не разбираю кто такой Мухаммад что-то вот в 18 томе у меня выбрано из жития святых все что о нем о них говорили святые там я делаю ссылку на очень важных людей в течение 1300 лет что о них было сказано и разбираю весь Коран вот у меня 23 24 25 том это еврейство 3 тома я разбираю Талмуд а Талмуд это 12 томов Талмуд во свете Библии и что за 3600 лет сказали об евреях я никакой критики никогда не навожу зачем мне нужно людям дать чистое учение и пусть они тогда люди сами разбирают я за них не отвечаю наша задача это Матфея 22 глава я посланный звать на брачный пир на брачный пир а он не пошел разбили голову там посыльным за это я не отвечаю я получу от Бога награду за каждый удар за каждое поношение за каждый плевок но я должен быть верным от меня это требуется верность если я действительно верный Богу то Господь ну и естественно со мной и разговаривает как с человеком который верен вот так спасибо у вас ролики с Самирой а? ролики с Самирой же есть ну да вот если вы видели беседу ролик с Самирой я посмотрю там кажется не один есть там я беру римлян 6.23 да да они возмездие за грех смерть да да этот я видел молодец маленько закрой там сильно свет идет он освещает меня плохо видно маленько опусти если можно я вижу что тут сильно светлый свет солнечный падает когда в лицо и ну я вы то хорошо видитесь больше ничего нельзя сделать тут никак это обычно одеяло навешиваю ну ладно совсем бледное да? солнце было так дальше говорите да Игорь Тихонович знаете я у меня действительно такое чувство что вот мне нужно вот действительно как говорит апостол да я знаю в кого я уверовал это очень точные слова что вера это ведь не просто что-то такое иррациональное там поверили нам сказали я знаю и в этом смысле вот этот вот компонент знания он для меня тоже важен поэтому вот у меня понятно умовая вера в том смысле что действительно я ну как-то так очень рассудочно для меня вот очень важен таким ну может быть это накладывает прописи свой отпечаток это тоже очень важно вот я составляю я вижу я ищу а вот это вот это подкреплено вот это вот здесь вот вот такой совершенно научный метод вот поэтому в данном случае вот вы помните совершенно нормальным картезианским то есть рациональным методом и для меня это показатель правды это первое второе ваша жизнь ваш пример и вообще ваша община это показатель того что вот к этому рациональному подтверждением этого рационального является работа духа потому что то что делаете вы человек без духа без божьей помощи это сделать невозможно и вот поэтому в данном случае мне вот спасибо еще раз вам огромное пришли все книги в целости слава богу за правности читать 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 слушать вот вы кем работаете я доцент кафедры философии я преподаю религиовидение историю религии философию где преподаете в университете в университете а как вы с академией искусства там или где связаны еще да что-то затормозило не слышно повторите я еще преподаю в академии музыки и театра историю религии там более усеченный курт там чисто исторический аспект и ну видите как вот первый шаг который необходимо пройти человеку который хочет вечности быть со христом это полностью довериться духу святому отвергнись себя это повторяют все вот отвергнись себя первая ступень возьми крест и следуй за мною краткая трактовка отвергнись себя а чего ты отвергать себя будешь когда себя не знаешь люби ближнего как самого себя ты сначала себя полюби как это образец как самого себя зачем бы господь говорил а просто люби ближнего и все нет как самого себя И ты должен узнать, что тебе полезно для жизни вечной. Не как бабушки, внука воспитывают. Ешь больше, спи дольше. Теперь, отвергни самого себя. Ну и на бумаге надо начертить, из чего я состою, забыв эту внешнюю кожуру. Это и питание, это и сон, это и рассуждение, это товарищи, это семейная моя жизнь. То есть все абсолютно, и все подчинить одной цели. Прославить Христа. То есть начать работать. Вот в моей жизни это было. Я однажды забунтовал. Как так? Восемь часов спать, когда всего 24 часа. И я начал сокращать. У меня сон дошел в 2,5 часа в сутки. 2,5. Я совершенно свободно обходился, работаю, ночное время считаю, занимаюсь. У меня постоянная работа, и одновременно я слушаю записи. Я читал про Костника Елизарова из Кургана. Он говорит, днем я преподаю в институте, где Костный. Принимаю клиентов. А ночью я работаю на стакарном станке, вытащиваю какие-то спицы эти, которые для Костников нужно было. Вот я точно этим методом шел. И сон должен быть прерывистый. Леонид Родовича подсказал мне. А я на практике это убедился. Проходит 3 часа, я минут 15 сажусь, не ложиться, не ложиться. Сажусь, голову откинул на стенку, и сразу мгновенно засыпаю. Организм все время в натяг идет. Прошло 15-20 минут, снова 3-4 часа мои. И чтобы набралось, ну, не больше 3-х часов. Не больше 3-х часов. Хотя Арсений говорит, для монаха, для монаха, конечно, он не боится, он не за рулем сидит. Достаточно одного часа. Точно так и в питании. Вот в прошлые годы, ну, вы ту жизнь еще помните, была, когда цены стояли еще советские. У меня на питание уходило 10-11 рублей в месяц. А я работал на стройке. Не просто на стройке работал, а рабочим, бетонщик, плотник. Катал бетон там на второй этаж, на этой тележке. И организм привыкает и втягивается. Огромный потенциал заложен в телесном и в духовном. Духовном, вот отец мировой педагогики, Яна Москаменский говорит, мы используем не более 4%. Сегодня это подтверждено, доказано. А 96% не востребовано, их надо развить. А как развивать? Ну, ты сам подумай, поищи, какие существуют методы. Вот мне в другой раз удивляются. И вы это знаете, там правила, их, ну, 7 вселенских, 9 поместных соборов. Да, знаю. Библия, я в Библии стою, если в церкви, когда бывает на славянском языке, да еще плохо слышу, но 3 слова, если рядом, я мог сразу сказать, какая книга, какая глава, какой стих. Это невозможно, невозможно, Бог дает. Я говорю в практике, если у меня это есть, я тебе говорю, а у тебя грамоты в 5 раз больше моего. У меня нет института, нет духовного образования. Я все достигал самоуком. По святым отцам, книги, штудирую, записываю, конспектирую. И Господь выводит в этот свет. И никогда не надо считать, что я уже достиг, и каждый о себе должен это сказать. Но не устану трудиться. Мне все-таки не 30 лет, а 74. Но в уме своем я застрял где-то 25-26 лет. Вот в таком состоянии. Я так же бегаю, так же голубям лажу, так же с детьми вожусь, так же с молодежью. Я не могу войти в свой возраст, который мне присущ. Я просто застрял в этом, и это внутреннее состояние. А вот начинают и мемолиды встретятся. Чем ты болеешь? Ничем не болею. Как не болеешь? Дети еще не болеют. Болит все. Но это не болезнь, это естественное отмирание организма, готовность к вечности. Вот в стону где-то я ни одной таблетки еще не съел. За всю жизнь. А зачем? Ложка меда на ночь с теплой водой. Все. Каждое утро, вот я на компьютере, каждый день 14-16 часов. Сижу. Вот за 9 лет издания книг я провел больше 30 тысяч часов за компьютером. Это чего-то стоит? Вот. За 9 лет вот 38 книг выпущены были. Я их должен был составить, иметь, составить одно. Далее. Корректоры провели. Теперь я должен на ошибки заново ставить и опять ее прохожу. Минимум 3 раза каждую книгу. Да еще когда вопросы-ответы. Я не считаю это какой-то подвиг. Это совершенно, естественно, нормально. Нормально, когда ты Богу доверяешься. Я говорю это не случайно. А что если у вас возникнет мысль такая, вот как я буду жить, как что, никогда об этом не думайте. Тогда вы ничего в жизни не сделаете. Я пошел за Христом, я отрекся. Ни жена, ни дети, ни работа, ни дом. Меня ничто не удержит. Меня призывает Господь, я обязан пойти. Пойти и сказать. Я в каком партии ходил, в ООН писал, при советской власти. Иначе меня за что-то сажали же. Было за что сажать. Еще бы не сажали. И вот отвергнись себя. То есть свое я это не лелей. Не бойся. Господь этим путем провел всех своих учеников. Многие были убыты и распяты. А сегодня болезнь, как Левитин говорит, Краснов. Он шесть раз сидел, церковный писатель. Наше государство больно проказой. Корысь и трусость. Трусость и корысть. И этим больна трижды моя родная православная церковь. Спасибо, Владимир Тихонович. Знаете, я вот скажу еще одну такую мысль. Я ее говорю. Они написали вам такой параллель, 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 параллель такая. Вот. И я иногда, скажем так, задаю вопрос. Все-таки, в любом случае, авторитет. Там, как называют, там, первый крестьянин по креста, там, Платон. Прекрасно все это знаете. Вот. Ну, так понятно, что это метафора, но хотя есть за что. И вот я иногда себе задаю вопрос. Ну вот, наверное, любой человек. Вот, вот, встреча мне, скажем, пришлось бы мне встречу, там, с Платоном, с Сократом. О чем можно говорить? Я говорю, я ни о чем не буду говорить, а просто рядом, встану рядом в сторонке и буду слушать. И вот у меня, потом-то я уже думал, вот вы действительно, знаете, как такой некий Сократ в философии. Такая вот, это мое мнение. Здесь я еще раз говорю, тут у меня нет никакой листии. Это мое вот такое убеждение, там, неважно, с ним согласятся, нет. Это такое мое чувство, мое видение. Еще раз говорю, тут никакой листии. Вот был Сократ. Мне кажется, даже облик и так далее, какой-то вот человек, который тоже пришел в философию, он тут изменил философию. Ну, не он сам, а потом вот тот импульс, который он задал, он потом пошел, 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 пошел до нашей жизни. Действительно, познай самого себя. И какие-то вот эти параллели я вот читаю, смотрю, слышу вас. И вот я упоминаю вас в молитвах. И молюсь о том, чтобы сегодня вот тот импульс, который вы загадываете в вашей книге, то, что вам дает Господь, через вас, чтобы он действительно все-таки дошел и привел в ноги. Ну, я пишу в очередь, как приспал. Отвергнись с себя первый шаг. Вы просто его черкните и каждый день начинай со всех сторон смотреть. Это я, данное Богом, мне. Я действительно использую на полную катушку, на полную мощность. А вот видишь, что не так молитва. Иоанн Затаус говорит, если я узнаю, что ты не молишься, я заранее могу сказать, ничего великого ты не сотворишь. Да вот много вас или нет, много там, большинство там, где Бог. И моя задача угодить Богу. Он говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди. Здесь никакая теория не поможет. Заповеди очень простые, любите друг друга. А вот любить я должен, в данном случае, с любовью посмотреть и на Сократа, и на Платона. И сказать, в данный момент, мы не знаем, где они находятся. Они искали добра. Это великие были люди. Но если бы они были в Новом Завете, вот разные там Шопенгауэры и кого-то Фрейды, а они-то имели возможность уже быть в христианской церкви, и они не пришли. А вот теперь вопрос. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не уедет в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3.36. Вот всегда рассматривайте концовку. А богатый ты, бедный был, Златоуст говорит, пойди на кладбище, посмотри, узнай, где царь, где раб. Никого нету. Все. И никаких ты не найдешь там знаков отличия. Ни рабов, ни коней с золотыми узнами. А одно, в район или нет. Если весь мир-то приобретешь, и знания набьешь голову, как земной шар, а сердце, как песчинка, какая тебе польза? Какой выкуп наш за душу свою? И если ты повредишь. Я патриарх, президент, какая разница, я спасусь или не спасусь? Я там буду в другом чине. Я скажу Господу, покажу раны. Павел говорит, более всех был в ранах. Вот мои раны. Вот у меня выкрученные руки. Как меня пытали. Меня 26 лет психиатрия преследовала. И потом злоупотребление, советская психиатрия. Это самое мощное оружие было. Я прошел эти пытки гестаповские. Но это бог сделал так, что я выжил, и все осталось при мне. Когда вернулся из тюрьмы, первый же день сразу приехала машина КГБ, а я в милицию пошел паспорт получать, выправлять. И они, то он живой вернулся? На живых. А для них было такое удивление, как вот в фильме Иуда Бенгур. А как он живой? А он сразу показал. Милость кесаря. Кесарь милостивый. Ну, Горбачев. Ну, поймем. Вышло помилование. Указ в президиуме Верховного Совета Рософасарха. А потом уже реабилитация наступит. Ну, вот так. У вас какая-то маленькая где-то только шероховатость возникнет. Читать будете книги. Запишите сразу. Том такой-то, страница такая-то. И в писанном виде можете меня сбросить, чтобы я нашел. И можете где-то скопировать даже, чтобы во время беседы сразу раз открыл, закладочки положить. И я вам тогда на это отвечу. Хорошо, Тихонович. Благословим. И поэтому, если у меня будут какие-то вопросы. У меня есть еще вопросы, там, может, какого-то личного аппарата и так далее. Если благословите, я вам буду так писать, задавать вопросы. Да. Так. Мы все записываем. У нас ролики получаются. Вы ролик увидите уже сегодня к утру. Нашу беседу. Но маленько она сбракованная, потому что перерывалось голосы. У нас никакой тайны нет. Какой-нибудь оттуда. Мы раз выше, у нас все записи, все фиксируются там, где серверы наши. Тут не надо в тайны играть. Тайна должна быть одна. Государева тайна, если тебе доверили, ты ее держи. А Господню тайну, говорит, возвещай. Об этом в книге Тавита два раза написано. Бог поставил нас возвещать. Это наша жизнь. Это благословение Господне. Я бы таким не был, если бы 27 сентября 1962 года мне в руки не дали Библию. А мне уже 23 года было. Вот бывает, человеку надо рассказывать. Я начал считать, уже через 5 минут я все принял. У меня был очень сильный поиск. Я везде посты соблюдал, в армии где был. Я не знал Евангелия. Я пути Божьи не знал. Я считал, что Богородица выше Христа, потому что она мать. А что он умер именно за меня, и кровь свою пролил страданием на кресте, меня он искупил. Этого я не знал. И вот тут у меня был переворот рождения свыше и исполнение Духом Святым. Я никогда не входил в совет с моей плотью. Нравится мне это, не нравится. Нет. Бог сказал, и я проверяю себя на молитве. У меня вот эпиграфом сейчас взято 118-й Псалом. Черкните себе. Псалом 118, стих 164-й, через двоеточие. Себекратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Себекратно в молитве. Да. Вот этот там Дмитрий, который идет сейчас там кощунство, пошли там в театре были. Он уже в моей молитве. Мы утром стоим, сегодня уже молимся о Юрии. Все. Вы уже попали в наш синодик. Мы уже молимся о благословении Господнем, о просвещении ума, о сохранении жизни, обо всем. Мы молимся, договорились, здесь молимся о Горбачеве, чтобы он не умер без покаяния. Это знаковая фигура. Такого не было. Он помазанник Божия от Бога, чтобы разрушить конгломерат, империю зла. Это я уже сто раз доказывал. Я провернусь, ни один богослов этого не сможет. Они сначала в тупик становятся, какой он помазанник. А тебе не надо говорить, Бог его признал таким. Откуда ты знаешь? Из книги пророка Исаия. Я открываю, 51 глава показывает. Там 47, ну мало ли. Скажи царю Тиру, помазаннику моему. А помазанник означает Христос. Да царь Тире язычник был. Да, язычник. Он дал свободу евреям. А этот дал свободу, открыли храмы и прочее. Аналог. Аналог – это под копирку. Вот так. Ладно. Благослови вас Бог, Игорь Тихонович. Низкий поклон вашей общине, мир вам и вашей общине. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Значит, когда будете выходить на меня, вот у нас с вами разница с Красноярском на один час. По-нашему, это примерно, можете выходить в 7, по-вашему в 8 вечером. Я не назначаю день, потому что у меня сейчас тут кое-что запечатанное. Ну, примерно в это время. В это время со мной тут Володя тут может заснять. Мы эти материалы бережем. Еще ни одного материала, который другим бы был нужен, такого нет. Все люди просто благодарят. Это необходимо. Так что, к завтрашнему дню, да, я сегодня уже выставлю это. Сейчас как-то полюбим. Таких жгущих вопросов на сегодняшний день у вас нет. Нет, нет. Ну да, все-таки... Но с этим нельзя спорить. 4124 вопроса, которые в 55 папок вам. Там есть разбор ответов. Вот посмотрите на что. Там я делаю разбор ответов очень знатных людей, религиозных. Патриарха Кирилла, Алексея. Там, ну, которая известна Юрасова. И вы увидите, как они отвечают. Им вопросы я полностью беру. А дальше показываю, в чем их ошибка. Хорошо, понял. Ну, я поэтому думаю, что нужно почитаться. Почитать, почитать его. Ну, все, тогда до свидания. До свидания, Миро. И Господь. Домаший поклон. До свидания. Все, вы включаетесь. Вот, молодец. Это у нас первая беседа. Вот, Юрием. И что у нас уже? Два часа. Готов. Слава Хрису. Я закрою. Давай-ка сразу скачаем. Вот, а время она у меня пойдет уже работать. Вот, а время она у меня.